Июль 1932 года, ну вот 8 июля 1932 года считается пик Великой Депрессии в США. Промышленный индекс Доу Джонса понизился до полного минимума. Ну, я уже рассказывал где-то в 1929-1930 году, что они там пытались по поводу депрессии делать. Немножко эту тему пропустил, потому что увлекся всякими бунтами в Европе, которые продолжаются. Поэтому немножко к США вернемся. К концу 1930 года Гувер все время уверял, что с кризисом они справятся. Но Гувер опасался вводить какие-то жесткие меры госрегулирования, как я уже говорил. Он проводил всякие встречи и пытался уговаривать тех или иных банкиров, предпринимателей, помогать друг другу и так далее. Тем временем у Гувера ситуация в его партии ухудшилась. На него напирали конкуренты, демократы, конечно, а Гувер был республиканец. Ну, демократы, естественно, пользовались тем, что республиканцы не могут решить кризис. То есть, несмотря на все уверения Гувера, кризис продолжался, конечно. На выборах в Конгресс потеряли часть мест республиканцы. Такой Джон Гарнер выступал против Гувера. И все время, значит, рассказывал, что у него есть программа, как решить проблемы с кризисом. Хотя сам Гувер говорил, что его единственная программа заключалась в том, чтобы изгнать республиканцев из власти. Короче, единственная программа Гарнера была устранить Гувера. Ну, по мнению Гувера, короче. Ну, и вот на этом фоне, в общем, продолжались постоянные дискуссии, что же делать с кризисом. Потому что традиционные эти монетаристские все концепции, которые у них были, не работали ни хера. То есть, они поступали, исходя из той экономической теории, которая у них была, там, либеральной, которую они считали, так сказать, успешной. Но и она действительно привела к процветанию Америки в 19 веке. Но вот в тех условиях, которые наступили, ни хрена не работало, в общем-то. Ну, они довольно долго обсуждали, какие налоги вводить прогрессивные, либо регрессивные. Ну, и в 1931 году, по сути, наличие оппозиции демократов постоянно мешало Гуверу тоже, что бы то ни было делать. То есть, с одной стороны, они вешали на него ответственность за депрессию, с другой стороны, они мешали ему ее ликвидировать. Ну, и, в общем, это было в интересах демократов. По сути, демократы тоже раскручивали кризис. То есть, они вредили всем попыткам правительства американского, так сказать, кому-то там помочь. Ну, кроме того, сформировались группы прогрессистов, которые все-таки выступали за госрегулирование. И вот туда где-то относился уже Рузвельт. Уже там где-то 31 год, март 31 года, собралась конференция прогрессистов, которые выступали за государственное регулирование, за увеличение налогов, социальную помощь безработным, организацию общественных работ и так далее. Ну, примыкал к ним уже Рузвельт, который был губернатор Нью-Йорка, и кое-какие меры на уровне Нью-Йорка он уже начал Рузвельт осуществлять. Ну, вмешательство государства в экономику было вполне очевидной программой американской социалистической партии. На самом деле, к этим прогрессистам в основном присоединились всякие респектабельные республиканцы и даже частично демократы. То есть, как бы социализмом получилась охвачена часть традиционных партий. Это вызывало раскол в этих партиях. То есть, в основном, конечно, партии были буржуазные, выступали против госрегулирования и откровенно обвиняли этих прогрессистов, как они тогда назывались, в том, что они, по сути, социалисты. Ну, по сути, они и социалисты, конечно, и были. То есть, просто потому что, поскольку было дискредитировано в Америке, почему-то считалось, что социализм и коммунизм – это плохо, да? Ну, в основном, потому что социалисты – это были анархисты в Америке, да? И откровенно там за самых бедных выступали. Среди богатых это было дискредитировано. Поэтому, чтобы не называться социалистами, Рузвельт и прочие ребята назывались прогрессистами. Но Рузвельт еще не был четким лидером, там много этих прогрессистов было. Прогрессисты, в принципе, вот это и означает, что представители традиционных буржуазных партий на самом деле в ситуации кризиса перешли на позиции социалистические. То есть, вот кризис, он привел к тому, что во всех странах либо сильно правые приходили власти, либо сильно левые. Я тут уже давно эти обзоры читаю, и в Латинской Америке так же, и в Европе так же, ну вот и в США, то есть так же. Причем Гувер был не правый, не левый, Гувер был традиционный либерал. Он пытался все, так сказать, балансировать, всех уговорить, исходя из либеральных вот этих идей баланса между властями, там, свободного рынка, который вытянет, баланса на рынке между отдельными производителями и так далее. То есть, он продолжал вот эту всю повестку тянуть 19 века, она не работала. Напирали на него и слева, и справа на Гувера. В принципе, до конца 30-го года еще считали, что дела обычные, что типа это в Европе кризис. А в конце 30-го года начались банкротства банков. И в США очень сильная кредитная система, и сейчас, кстати, тоже. Там сплошь не только эти кредитные кальшики, почти все живут в долг. Банки и раньше там банкротились, но и у них были, кстати, разные режимы регулирования там в разных штатах. Было все там сложнее. Ну а с ноября 1930-го года началась уже просто банковская паника. Массово закрывались банки. Значит, вкладчики пытались из банка все забрать, в результате банк не работал. Ликвидность они забирали, думая, что банк вот-вот прогорит. Паника банковская, да? А банки начали срочно искать ликвидность, чтобы у них были деньги реальные у банков. Банки же деньги делают, да? Они пишут кредит, а у него денег нет у банка. Он думает, что банк еще там у кого-то займет, что в него там дальше вложат и так далее. Вот у них баланс этот банковский начал нисходиться. Чтобы наличные деньги найти, они выбрасывали всевозможные облигации на рынке, всякие активы, недвижимость. То есть ценные бумаги, все, которые у них были, они продавали. В результате эти ценные бумаги обесценивались. То есть по закону рынка, если чего-то много выбрасывают, то оно обесценивается. Ну и ценные бумаги также работают. Выбросили всевозможные ценные бумаги, и пошел кризис ликвидности. То есть у них наличных денег не было. Где-то с ноября вся эта паника началась. Сначала сельские банки. Ну там и так уже фермеры на дотации к тому времени были. А вот 11 декабря 30-го года считается важное событие. Нью-Йоркский банк, банк of United States закрылся, а это были евреи. Вот в этом банке был еврейский банк. Там же диаспора, там на самом деле национализм-то сильный, как я все время повторяю. Вот евреи, они в какой-то конкретный банк вкладывали, так евреев было много. И они в торговле в основном работали. Это что привело, начали все закрываться магазины. Все, еврейский банк прогорел. Ну и дальше все другие тоже банки, короче, массово полетели. В этом еврейском банке держали средства 400 тысяч человек на сумму 286 миллионов долларов. И все, короче, нахер накрылось, никому не вернули. Все, банкротство банка. Все, короче, потом банки дальше повалились. 31-32 год уже пошел просто голод, массовая безработица. Я уже рассказывал, что в Детройте прямо Форд стрелял по собственным рабочим, что для Форда вообще не характерно. Он выступал в сотрудничестве с рабочими. К 33-му году выпуск продукции и услуг США на 31% упал. То есть на 30% производство сократилось. Хотя экономика американская, она ориентирована была всегда на рост. Вот эта либеральная модель ориентирована на то, что будет расти экономика. Вместо того, чтобы она росла, она наоборот падала и существенно на 30%. И половина банков к 33-му году обанкротилась. Ну понятно, что улицы полны безработными, которые там митингуют, протестуют. А правительство у нас демократическое и боится следующих выборов. Гувер весь 31-й год рассказывал, что причины кризиса в Европе и что основной кризис в Европе, а не в Америке. Также они все время говорили, что кризисы неизбежны при рыночной модели, но было вполне очевидно, что кризис уже за все рамки неизбежного давно уже вышел. В Европе, да, кризис был серьезный, нацистские партии активизировались, как я уже тут рассказываю, исходя из исторических событий, да и левые тоже. Основная проблема была с Германией. Значит, модель возвращения Германии долгов за Вторую мировую была такова, что Германия назанимала Америка. И теперь Германия заявила, что она с кризисом это все платить не может, ни Америки не заплатит и вообще никому не заплатит. Вот в европейской экономике проблема возврата вот этих всех долгов за Первую мировую, она была очень важной. Фактически Америка на себя частично эту всю проблему взяла, а теперь Европа сказала, что она вообще не заплатит Америке. То есть все это, короче, обратно к Америке вернулось, все ее помощи там Германии и так далее. К 32-му году Германия уже решительно ничего не платила, и скоро они будут и все остальные пункты вермского договора откровенно саботировать и не соблюдать. В Америке это все вызывало недовольство, потому что в Америке тоже кризис, еще и Европа ни черта не платит. Тем не менее, Гувер все-таки, значит, выступал там за мораторий долгов Германии и выступал, что с Германией ничего требовать не надо, иначе она там будет воевать и так далее. В принципе, Гувер, да, боялся прихода к власти нацистов. Если они с Германией резко потребуют, то Германии просто сразу Гитлер придет. Но Гитлер пришел к власти и бестал. То есть, несмотря на то, что они, да, сняли, по сути, с Германии долги, и это в период кризиса, все равно ультраправые Германии придут к власти. В США все это вызывало жуткие протесты о том, что, значит, эти европейские проблемы не наши, у нас есть свои проблемы. И Гувера на Гувера жесткие нападки пошли, что он установил диктатуру, решает вопросы в интересах какого-то там всего мира, а не в интересах своей страны. Его называли германским агентом, восточным деспотом, опьяненным властью и так далее. Англичанином в Белом доме, короче, местные его обвиняли, что он интересы Европы ставит выше интересов США. К тому же Великобритания отказалась от золотого стандарта. Я уже рассказывал, что, в принципе, доминировал золотой стандарт еще в начале кризиса. То есть, все переводили в золото, расчеты ввели в золоте. Так как всевозможные расчеты между государствами и по международным долгам уже никто вести не мог, начали отказываться от золотого стандарта. То есть, отказываться прежде всего в выплате всяких долгов в золоте. Вот это на практике что означало. 21 сентября 1931 года Британия отказалась выполнить все свои обязательства по оплате золота иностранцами. И вообще, короче, они перешли к режиму валютного курса. Потом все страны тоже, значит, массово перешли к валютному курсу. То есть, деньги больше не привязывались к золоту. Но это позволяло, допустим, выпускать много денег и устраивая инфляцию, но временно затыкать какие-то дыры, связанные с кризисом. Так как вся мировая торговля в основном велась золотом, она просто остановилась в 1931 году, так как золотой стандарт остановили. Германия тоже объявила политику национального самобеспечения. То есть, все страны стали говорить, что они внутри себя будут все производить, торговать они не будут, потому что золотом перестали рассчитываться, поэтому мировая торговля превратилась в мошенничество. Вот, допустим, англичане рассчитаются своими фантиками, а завтра они эту валюту уронят и получатся убытки. То есть, завтра они выпустят в два раза больше бумажек, англичане все это в два раза обесценится в результате. И что мы взяли? Вот мы по одной цене взяли, а завтра англичане выпустили и устроили нам другую цену, и мы разорились. Вот, логика-то какая, что в твердой валюте расчета больше нет, а именно в золоте. Британия тоже заявила, что она закрывает тоже свою империю. В целом, объем мировой торговли к 1932 году сократился в три раза. Это тоже больше всего ударило по США, потому что США в основном торговая империя. Товарищ Сталин тоже верно говорил, что любая логика американцев, она торговая. Ну, в общем, так оно и было в 30-е, что они прежде всего торговали. В принципе, от внешней торговли они не сильно зависели с США, но американские банки держали в своих активах полтора миллиарда долларов в виде немецких этих и австрийских обязательств выплатить за долги по Первой мировой. Все это вообще обнулилось в ноль, потому что ни Германия, ни Австрия не платила, международная торговля прекратилась, никуда нельзя было сплавить эти все германские обязательства и все. Это поддерживало банкротство банков. То есть, допустим, банк набрал этих германских обещаний, теперь Германия не платит, международной торговли нет, в золото ничего не переводится, все пиздец. Это все превратилось просто в бумажки. Гувер считал, что крах золотого стандарта – это, короче, все плохо. Гувер пытался всякими способами сохранить стандарт. Гувер дословно говорил, что без золотого стандарта ни один торговец не может знать, что он получит в качестве оплаты к моменту доставки своего товара. Вот эти рассуждения, которые я выше приводил, это рассуждения Гувера. То есть, мы покупаем за одну цену, потом эта вся цена обесценилась, и мы не знаем, за что мы покупаем и продаем. А вот предсказуемость рынка – это основной догмат либеральной теории. То есть, торговец должен знать, что он получит за то, что он выставил на рынок. А в условиях, когда нет золотого стандарта, он не знает, потому что нестабильно. То есть, он покупает за какие-то деньги, а не обесценивается. Но то, что сейчас творится, сейчас уже давно везде золотой стандарт отменили во всем мире. И сейчас, вот почему либерализм в значительной степени устарел и не работает. Те условия заключения сделок, на которые либеральные теории были рассчитаны, они были в XVIII веке. Сейчас они все резко поменялись. И, в принципе, мы уже где-то 100 лет, начиная с Первой мировой, живем в условиях кризиса либеральной модели. Вот это надо понимать, что то, что нам либералы рассказывают, оно работало до 1914 года. Да и то с проблемами. И тогда левые критиковали. А сейчас оно вообще уже, короче, не работает. И вот с этим и связаны все пертурбации нашего мира. Нестабильность, мировые войны и вот эти все условия, в которых мы живем. Потому что, а как по-другому, еще непонятно. Вот старые точно методы не работают, а как по-другому, все предлагают что-то свое. В 1932 году Гувер уже, в принципе, понял, что без повышения налогов он не справится. И Гувер повел уже дело к государственному регулированию. То есть Гувер уже в конце своего президентства ввел, по сути, политику Розвельта. Что не может он решить это все рыночными методами. Не может он уговорить предпринимателя чем-то жертвовать ради общего блага. Поэтому начали резкое повышение налогов, так как просто средств не было у федерального правительства. Но он обосновывал как-то либерально это все, что надо повышать налоги. Допустим, он говорил, что кризис в результате европейского. То есть Гувер все время валил на Европу. Что это не он виноват, что кризис, это Европа там опять там долги не платит. Кризис банковских кредитных структур. Валил на Первую мировую все время Гувер. У Гувера вообще официально было, что кризис это последствия Первой мировой войны. Но во многом он да прав. Все, значит, нужно повысить налоги. Это стабилизирует банковскую систему США. Все, и позволит решать проблемы ликвидности банков, в которых нет ликвидности. Также сбалансируем бюджет. Успокоим иностранных кредиторов. Остановим изъятие золота. Стабилизируем доллар. Также он, конечно, против инфляции был. Вот то, что нужна постоянная инфляция, это сейчас догма, кстати, почти всех правительств. Они все потихоньку, собственные деньги, все время инфляция, кстати, идет. Тогда нет, они считали, что должна быть стабильная валюта, допустим, стабильный доллар. Ну все, значит, Гувер дальше все время говорил, что нужно взнимать любые налоги, лишь бы сбалансировать бюджет. Вышел закон о налогах повышенный. 4 октября 1931 года Гувер провел встречу с банкирами США, где предлагал, чтобы сильные банки создали кредитный пул 500 миллионов долларов и помогали слабым банкам, которые разоряются. Банкиры это все не подписали, хотя создали национальную кредитную ассоциацию, которая какие-то меры помощи банкам предпринимала, которые банкротились. Федеральная резервная система особенно, так сказать, не поддерживала. Ну и вот 1932 год, принимается закон Гласса-Стигала. Государство уже откровенно вмешивается во все эти банковские дела. Расширяет обеспечение, приемлемое для получения кредитов от Федеральной резервной системы. То есть государство начинает, конечно, просто банки поддерживать из Федеральных резервов. Это, в общем, они перешли к госрегулированию. В ноябре 1931 года начали создание сети ипотечных банков, тоже, в общем, от государства. Затем в январе 1932 года создали корпорацию финансирования реконструкции, которая, в общем-то, по военным образцам делалась. И эта корпорация финансирования реконструкции, она попросту деньги, которые собрали, повысили налоги, деньги, которые государство собрало с людей, оно напрямую предоставляло различным банкам и прочим финансовым учреждениям, которые были на грани банкротства. Это откровенное госрегулирование. То есть просто у всего народа принудительное государство берет деньги, а потом направляет в те банки, какие надо, чтобы кризис остановить. Конгресс смогли убедить. Значит, это, короче, корпорация финансирования реконструкции, где-то порядка двух миллиардов долларов имела. Она давала их в виде чрезвычайных кредитов банкам, она давала железнодорожным компаниям, корпорациям. То есть не только банков поддерживали, они поддерживали какие-то производственные структуры, которые были нужны и которые были в кризисе. То есть можно было получить деньги просто от правительства, чтобы резко поднять и удержаться. Уже в 1932 году там все пресса вся развернула компанию поддержки этим мерам. То, что все объясняли вот этим либерально настроенным американцам, что это единственный способ спасти от репрессии. Тем не менее, все традиционные либералы подняли сильную кампанию против этого, которая продолжалась и все время Рузвельта. Гувера называли откровенно большевиком и коммунистом, и даже всех его ближайших сторонников. То есть вот этот весь проект корпорации финансирования реконструкции традиционно либералы называли коммунистическим. Просто потому, что тут происходит прямое перераспределение денег государством. Ну и в общем скандал-то продолжался. Пока скандал продолжался, продолжался кризис. Третья зима депрессии, это зима 1932 года. В сельской местности посевы гнили на полях. Скотину тоже нельзя было продать, потому что кризис никто не покупает. Получается, куча еды гниет у фермеров, а в городах голодные. То есть вот система либеральная не работает, очевидно. Это гниет еда, а в городах нечего есть. Потому что не покупают, потому что банки разорились и так далее. Десятки тысяч рабочих ищут заработка по всей стране, там бомжи копаются в мусорных баках и все такое. В одном Нью-Йорке было 20 тысяч голодных детей. Этнические общины имели свои собственные банки и они в первую очередь разорились. Вот эти все национальные проблемы США опять всплыли. Должен опять напомнить, что в США не только нет какой-то там политической нации, но там каждая национальность четко знает свои границы, и они даже имели собственные банки в 30-х. Так эти все национальности, они были бедные, их банки разорялись в первую очередь. Этнические проблемы обострились. Черных увольняли в первую очередь. Черные вообще в первую очередь все голодали, их всех это самое, потому что считали их низшей расой. Как один конгрессмен говорил в 1932 году, настоящая проблема Америки заключается не в том, чтобы прокормить себя еще одной зимой, а в том, чтобы придумать, что мы собираемся делать с 10 миллионами людей, которые были уволены. К этому времени 10 миллионов было уволено за период кризиса, это 20% всей рабочей силы Америки. Они стояли в Чикаго, в Детройте, безработных было более 50%. Им делать было нечего. В первую очередь увольняли черных. Они все стояли, митинговали на улицах, просили хлеба и так далее. Чтобы хотя бы удержать на производстве, предприятия начали сокращать зарплату. То есть те же, кого не уволили, они получали гораздо меньше. Пошла структурная безработица. И все это грозило еще и социальным кризисом. Гувер сначала пытался, чтобы в благотворительной организации, как традиционно в Америке, там были всякие организации помощи безработным, он их всячески призывал, давайте их поможем, давайте накормим детей бесплатным супом. И муниципальные всякие власти тоже традиционно в Америке помогают, так сказать, голодным, безработным и так далее. Но выяснилось, что ни те, ни другие нормальных мощностей, когда вот 10 миллионов безработных, они не могут покормить. Даже если они там все преисполнятся энтузиазма, даже если муниципальные власти, значит, соберут там последние, они не смогут просто потому, что у них нет столько ресурсов, там черт знает что творится. Ну, в общем, про надвигающуюся революцию все время в Конгрессе говорили, что скоро придется армию против безработных применять. Тем временем в штате Нью-Йорк губернатор Рузвельт начал уже финансирование безработных за счет средств штата. Значит, он в 30-м году Рузвельт ввел страхование от безработицы, ввел систему пенсий, то есть безработный получал какие-то средства от штата в Нью-Йорке, а по стране нет. В 31-м году Рузвельт добился принятия региональной программы на 20 миллионов долларов на поддержку безработным. Гувер все время считал, что финансирование государственное это все-таки опасность для демократии и все время накладывал вето на всякие проекты, которые продвигались в Конгрессе по поводу того, что надо просто платить безработным пособие по безработице. Вот, несмотря на это, вот в условиях такого, что там, короче, гувера все обвиняли в этом, были прямо поселения безработных, просто люди уже лишились дома там всего работы, просто жили там где-то в палатках, да, их называли гувер-вилями. Началось уже использование армии в 32-м году против всяких маршей безработных и их акций. Ну и вот 21 июля 32-го года важный вообще-то день, когда впервые гувер, уже президент США, подписал так называемый закон о помощи и восстановлении. То есть федеральное правительство начало впервые оказывать социальную помощь безработным в США. До того они все считали, что это жуткий коммунизм платить пособие по безработице. Все, вот 21 июля 32-го года уже какие-то ограниченные пособия подписали, но это гувера уже не спасло и президентом будет Рузвельт, фактически социалист. Ну об этом мы еще расскажем. Ну пока вот на 32-й год вот такие меры гувера, такая ситуация, просто надо было к кризису вернуться и изложить, что в США творится. В Германии творится черт знает что. В июле 32-го года прошли еще одни выборы. Значит, предыдущую ситуацию я рассказывал. Социал-демократы, которые ранее лидировали, вышли совершенно, так сказать, из авторитета у всех, чем пользовались одновременно коммунисты и фашисты. Росли ряды и коммунистов, и фашистов одновременно. В этих условиях буржуазное правительство Германии сформировало кабинет сначала Брюнинга из центристов и таких достаточно правых. Выборы в сентябре 30-го года привели к тому, что в Рейхстаге продолжалась популяризация, там усилились и нацисты, и коммунисты. И, в общем, Рейхстаг был неработоспособный, а нацисты откровенно ввалили все правительства, так и считали, что надо просто нацистскую диктатуру установить. То есть вот это правительство Брюнинга никого особенно не устроило, хотя, кстати, именно правительство Брюнинга прекратило платить долги Германии. Они, по крайней мере, добились, что они вообще никому не платили, опираясь на то, что у них кризис. Тем не менее, их травили и справа, и слева. В результате Гинденбург, которого все-таки президентом избрали, создал кабинет во главе с беспартийным, но достаточно правым францем фон Папином. То есть правительство все равно было право и Брюнинга, и Папином, все это время, вообще-то говоря. Но оно было правое, но не фашистское. Папин, в принципе, продолжил всю эту фигню, которой Брюнинг занимался, то есть создать правительство из каких-то умеренных правых, более-менее демократических, но нацистов все-таки не брать. Он не смог при этом договориться с Рейхстагом, в котором, ну, просто собирали из партий маленьких. В Рейхстаге все партии были против этого Папина. Но ему удалось договориться с Гитлером. Гитлер сказал, что он согласен на правительство Папина, если опять проведут выборы. Гитлер все время выступал за выборы, потому что росла популярность партии. Если Рейхстаг распустят, проведут опять выборы и снимут запрет на штурмовиков. Брюнинг еще запретил все военные формирования партий, что тоже Гитлеру не надо было. Значит, Папин на это подписал. Опять разрешили штурмовые отряды Гитлера. 1 июня 1932 года Папин сформировал новое правительство, которое называли кабинетом баронов из достаточно правых и из аристократов. Через три дня вместе с Гинденбургом Папин распустил Рейхстаг и назначил новые выборы по договоренности с Гитлером. То есть, в общем, тут уже надо отметить, что летом 1932 года правительство Германии во многом под дудку Гитлера поет и под него работает. Выборы показали все то же, значит, что коммунисты с социал-демократами договориться не могут. Коммунисты одновременно выступали и против нацистов, которых они называли фашистами, и против социал-демократов, которых они называли социал-фашистами. Разрешили военные формирования, опять коммунисты сформировали свой род фронт. На улицах шли бои прямо натуральные. Вот эта кампания последняя 1932 года шла в условиях полного насилия, с гибелью людей. Кровавое воскресенье в Альтоне 17 июля 1932 года 18 человек было убито в столкновениях между штумовиками и родфронтом. То есть, с красными фронтовиками-то этого Тельмана. Почему-то КПГ думало, что они могут власти прийти, хотя результаты на выборах у них были плохие достаточно, 10-15%. Но они считали, что тоже, короче, как и Гитлер, они считали, что надо дестабилизировать демократию, и потом будет коммунистическая революция. Очень многие умеренно левые, такие как Эйнштейн, Гедрихман, Бертольд Брех и другие, все призывали к союзу социал-демократов против коммунистов, чтобы остановить фашистов. Ни социал-демократы, ни коммунисты их не слушали. Вот 1932 год, на самом деле много призывов со стороны интеллектуалов создать все-таки единый фронт против нацизма, абсолютно провальный, ни одна партия их не слушала, и шли все к собственной гибели. Гитлер считал, что все это ему выгодно, и это он считал правильно, потому что в результате этого он все победил. Значит, Гитлер обещал чрезвычайную экономическую программу. Вот в таких условиях, когда больше экономические вопросы всех обеспокоили, так, кризис, Гитлер выдвинул лозунг «Работа и хлеб». Это был лозунг Гитлера на этой кампании. Он обещал меры по созданию рабочих мест. Ну, то есть, в принципе, Гитлер в данном случае даже своим социалистическим, так сказать, лицом повернулся. У Гитлера же национал-социалист, у него есть националистический вариант и социалистический. Вот на выборах 1932 года Гитлер как социалист выступал и обещал, что будут государственные программы по созданию рабочих мест, поддержке безработных, бедных и так далее. СДПГ в таких условиях насчет создания рабочих мест не выступала. Обещал и тоже национализацию экономики, как все обещали. Но вот эту тему безработных Гитлер лучше, короче, развернул, чем социал-демократы. Ну и, кстати, Гитлер рабочие места всем даст, особенно учитывая, что он им даст рабочие места в военной экономике. Они все будут работать на военных заводах. Короче, работу им Гитлер обещал, он им даст. Они будут пушки делать. В день выборов 12 человек погибло в боевых столкновениях. Тем не менее, активность была очень высокая, 84%. Никогда в Беймарской республике столько на выборы не ходило, потому что все партии выложились, все пошли на выборы, кто только хотел. Тем не менее, на выборах победили нацисты в 32-м году, в июле. Они стали самой первой партией. То есть, самой первой партией раньше были социал-демократы, теперь нацисты. 37% в Рейхстаге у нацистов было. В принципе, даже социал-демократы до такой степени никогда не прыгали. Тем не менее, они не получили полного большинства. То есть, чтобы какие-то хоть проворачивать, им нужно было блокироваться с другими правыми партиями. Коммунисты немного увеличились, до 14,5%. Но на самом деле, этот успех коммунистов ни о чем не говорит. То есть, у них 15%. Раньше у коммунистов было 10% в парламенте, теперь у них 15%. Это ничего не решало. Да, они усиливались за счет того, что они критиковали, что социал-демократы недостаточно последовательно с фашизмом борются. Поэтому часть социал-демократов они привлекли, но незначительно. Все партии остальные проиграли. По сути, следующая была конфигурация в парламенте. На первом месте нацисты 37%. На втором социал-демократы, которые что-то там сохранили 21,5%. И на третьем месте коммунисты 14% с лишним процентов. Центристы 12%, а именно центристы формировали правительство. То есть, у правительства поддержка в парламенте была 12%. Значит, правительство должно было по всем вопросам договариваться с нацистами, у которых было большинство в парламенте. Ну вот все, значит, в Германии у нас практически нацистский парламент. Либералы нисколько не имели. Там 3% либералов. Что-то вот такое. Ну, какие-то более-менее такие правые консервативные либералы надеялись еще как-то удержаться. Хотя в таких условиях, когда в парламенте 37% фашистов, конечно, было понятно, что не удержатся. Президентом парламента избрали Германа Геринга из гитлеровской партии. Причем демократы даже считали, что победили на выборах. Что хотя бы нацисты большинство не получили. Они все думали, что нацисты вообще большинство получат. Геббельс тоже считал, что партия выбора проиграла, потому что не получила абсолютного большинства. Две радикальные партии, нацисты и коммунисты, вместе имели абсолютное большинство. И в принципе, то есть могли даже объединиться и любое демократическое правительство завалить. В сентябре открылся Рейхстаг. Гитлер отказался участвовать в правительстве, потому что он сказал, что вообще ни с кем не будет, ни с какими партиями он не будет договариваться. Гитлер на этот момент как выступал? У нас в Германии 100 партий и ни одна не нужна. То есть Гитлер выступал только за нацистское правительство. И он до этого добился. То есть он не будет ни в какую коалицию, ни с какими партиями, хоть правыми, хоть какими входить. Гинденбург в сентябре 1932 года отказался. То есть уже в сентябре потребовал Гитлер, чтобы было полностью фашистское правительство. Гинденбург отказался. Ну вот в такой конфигурации все, значит, и пошло. Так как с правительством опять с этим Рейхстагом фашистским не договорилось, оно опять распустило и были назначены новые выборы. 31-32 год, в Германии бесконечные выборы и на всех побеждают нацисты. В Бразилии восстание против Варгаса. Я про Варгаса говорил, Варгас пришел к власти как левый вообще. И им были недовольны плантаторы. Так как все-таки он был левый, да еще и был кризис. Он, в общем-то, резкими достаточно средствами с кризисом боролся. Его эти кофейные плантаторы обвинили в том, что он диктатор. Начались там, еще совмещалось это все с сепаратизмом. В основном все было в провинции Сан-Паулу. И в провинции Сан-Паулу они считали, что нужно либо Варгаса свергнуть, либо вообще отделить эту провинцию. Но это все, в общем, спонсировали кофейные магнаты. Так как все время левые обещали, что будет реформа, что конфискуют их латифунди и так далее. Ну вот, у них были свои организации. 9 июля 1932 года началось восстание, после того, как сторонники президента убили во время манифестации 5 студентов. Вот в памяти этих 5 студентов устроили немедленно восстание. Начались военные действия. Начали из провинции Сан-Паулу, сначала наступали на Рио-де-Жанейро. Однако там были остановлены федеральными войсками. Ну и пошла натуральная прямо война. Вот с 9 июля 1932 года до октября идет гражданская война в Бразилии. Фронты там все, значит. Так или иначе, к 6 октября 1932 года федеральные бразильские войска подавили это восстание. То есть гражданская война закончилась победой Варгаса. Шли интенсивные военные действия, несколько тысяч человек погибло. Тем не менее, правительство фактически Варгаса в 1934 году перешло на правые позиции. Фактически там была что-то, вот смесь Муссолини и Салазара. Вот переход социалистов-фашисты характерен, потому что где-то вот все равно там были какие-то общие моменты, я уже говорил. Особенно вот правые социалисты могли спокойно в нацистов и фашистов перейти в то время. Ну, этот вопрос я уже анализировал и идеологически тоже. Ну так вот, значит, Варгас хотя пришел к власти как левый либерал и социалист, да, смесь там левого либерала и социалиста, он от этого всего отказался. Левое крыло своего альянса он сам же и разгромил, и он земельную реформу сказал, что не будет проводить. Вот к 1934 году Варгас сам переметнулся к плантаторам и аграрную реформу сказал, что не будет делать. В результате где-то с 1934 года режим Варгаса уже считается как нацистским. Получилось, что вот восстание проиграло, но фактически он перешел на позиции этих самых же повстанцев правых. В таких условиях проходят летние Олимпийские игры, 10-е в июле же. И они проходят в США, потому что в условиях кризиса ни одна страна не согласилась, но США все-таки приняла. Ну и говорят, что все-таки американцы там развернулись и получили даже прибыль где-то миллион долларов США. То есть все страны в условиях кризиса считали, что Олимпиаду делать это затратно, но американцы все-таки так сделали, что даже прибыль получили. Спортивные делегации из 37 стран. Впервые Китай участвовал в Олимпийских играх. СССР не участвовало, это чисто западное было развлечение. Много видов спорта было уже. Ну и по медальному зачету первое место США, хозяева игр. Второе место Италия, третье Франция, четвертое Швеция и пятая Япония. Германия на девятом месте была. Ну вот, в общем, несмотря на все эти ужасные события, Олимпийские игры 32-го года все-таки состоялись. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова